Пожалуйста, все запрещенные предметы, металлические предметы выложите. Телефоны, ключи, мелочи. Посетители управления службы судебных приставов даже не догадываются, кто их встречает на входе. А между прочим, содержимое их сумок и карманов осматривает самый настоящий чемпион мира по гиревому спорту. Владимир Бутов трудится в управлении с 2007 года. В свободное время посвящает спорту. И вот совсем недавно в своей возрастной категории он стал лучшим в мире. Руководство не скрывает гордости за такого сотрудника. Повышает, скажем, престиж нашей службы, в том числе в какой-то степени, потому что имеет огромный воспитательный эффект, в том числе для молодежи, которая смотрит на него, смотрит за его успехами, вместе с ним его коллеги радуются. И, может быть, будем надеяться, кто-то тоже начнет заниматься. Ну, кто-то может быть гиревым спортом, как Ларин Викторович, а кто-то может быть другими видами спорта. Тренируется Владимир Бутов дома самостоятельно. Главным помощником в освоении всевозможных методик для него всегда были книги. А заниматься силач-самоучка начал еще с детства. Причем тягал все, что попадется под руки. Главное, чтобы потяжелее. Возможно, и колеса от тележек, кувалды, камни, железные балки, ломы, все, что можно было. Я вот в качестве своего первого спортивного снаряда избрал утюг. Это было где-то приблизительно в 10-летнем возрасте. Чугунный старый утюг, который мама гладила. Я в свободное время, когда утюг был свободен, остывал, я им занимался. Утюг тот самый, кстати, сохранился. А первую свою гиру Владимир выменял на колесо от мопеда. И так понемногу будущий чемпион начал оттачивать свое мастерство. В 1988 году он стал чемпионом Ивановской области. Так началась череда соревнований. Выступал от управления и самостоятельно. В конце нулевых стал замечать, что молодежь наступает на пятки. В 2011 году я занял второе место на чемпионате Ивановской области. И два моих главных соперника, которые заняли первое и третье место, были моложе меня на 28 лет. Я посчитал, что уже нахожусь в невыгодном положении. В том же году я участвовал в спартакиаде судебных приставов по Центральному федеральному округу. Тоже стал вторым и тоже проиграл тому, кто меня намного моложе. Недавно Владимир отпраздновал свое 50-летие. И вот уже два года он принимает участие в ветеранских чемпионатах. Последний в Архангельске стал победным. Спортсмен и сам не ожидал от себя такого серьезного результата. Я очень успешно справился с толчком, длинным циклом в течение часа. Показал результат 816 раз. Тем самым снова установил высшее мировое достижение для своей возрастной группы. Близкие увлечения главы семейства только поддерживают. Не каждый в 50 достигает пика спортивной карьеры. Они очень рады моим достижениям. Советуют продолжать, ну конечно беречь себя. Но они верят в то, что я смогу, так сказать, соответственно, в общем, оба простой тренировочный процесс и не наврежу их себе. Они верят, так сказать, в мои умения и очень приветствуют мои занятия. Очень рады. Шесть раз в неделю силач бегает, четыре раза занимается с гирями и каждый день выполняет упражнения для гибкости суставов. По сути, ветеранские достижения для Владимира только начинаются. В августе следующего года он планирует поехать на Всемирную Олимпиаду мастеров гиревого спорта. По масштабу это самые крупные соревнования. И Ивановский пристав уже сегодня мечтает покорить новую для себя высоту. Продолжение следует...